Девушки отдыхают 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 псам надо думать она была не в восторге это сука мягко сказано устроила истерику бросалась на меня легалась царапалась наконец за нож схватилась если бы не уклонился так бы и зарезала меня вот тогда я впервые ее и ударил не знал как успокоить и вот с того дня все переменилось она несколько раз пыталась убить себя и меня доводило до того чтоб я ее ударил кричал мол я убил в ее жизни любовь лучше бы ее сама убил я тысячу раз прощения просил я цветы носил подарки и хоть бы что через два года злостью перешла в равнодушие но вот временами то у нее приступы безумие случались я с пьяных глаз чуть устраивал не знаю как мы выдержали столько лет так что как видишь не все было так как могло показаться самого начала ты прав вина лежит на вас обоих рад что ты это понимаешь ну ладно если не хочешь привести а ну домой расскажи хотя бы как она там очутилась на этих болотах она заключила договор с ведьмами и и вероятно у нее помутился разум какой нахер договор она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьму они обещали помочь взамен она должна провести у них год на службе ведьмы сдержали слова как понимали по-своему то есть она наверное думала что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет но ведь мы просто довели ее до выкидыша думаю тогда она и начала сходить с ума кроме того ее связали магическими путами которые причиняют ей боль если она пытается нарушить договор договор с ведьмами звучит как скверная шутка надо ее оттуда вытащить не советую тебя заходить на болото даже с солдатами место само по себе не хорошее а ведьмы куда опаснее чем кажется ну не ждать же пока они ее отдадут будь у них твоя дочь ты бы тоже надеялся на их милосердие нет я бы не надеялся но я ведьмак а я муж и отец который просрал свою жизнь и своих близких соберу людей пойдем туда и вытащим я свое слово сдержал теперь ты держи свое кто слово дал кто слово дал на чем лишь я на вас напал василиц а да да ну и здоровая же была скотина я решила все в этот раз нам уже не выберутся берегись если я не выживу бери из замка все что захочет выживешь ну тогда покажем эти сволочки да ну ты в в в в в в в в Продолжение следует... 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 Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты... ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Продолжение следует... Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам. Я дал ей охранную грамоту. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в темерском войске. Но переправу охраняют риданцы. Если есть заслуженные репутации и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Из Новиграда она тоже исчезла, я проверил. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Ну, как тебе мой придворный шут, а, ведьмак? Может, ты мне скажешь, это чудище или человек? Мои люди называют его Ума и считают монстром. А мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну, да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать. А он ничего. Только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю. А тебя как, Савву? А он смотрит на меня, как на глупого. И будит такой. У-у-у-у-у-ма. Вот. Вот так прицепилось. Откуда он здесь взялся? А-а-а. С ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеется, вкусить, так сказать, радости и большого города. Остановился в трактиве. А там как раз играли. И я присоединился. Карта мне шла. Прямо вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочества. А один торгует особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со скеллиги. Страшно, а хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че. Он шансы не использовал. Так вот уродицы попал во вродице. Вот и песенке конец. Это определенно человек. Он отягощен сильным проклятием. И связан с Цири. Да что ты несешь? Ну как вот это вот чудище может быть связано с твоей дочерью? Долгая история. Но я знаю, что это ключ, который приведет меня к Цири. Взять бы его в Каэр Морхен. Может, другие ведьмоки сумели бы снять проклятие? Ну, если это чудище поможет тебе найти дочь, я же последним ублюдком буду, если буду тебе возражать. Добро, забирай его себе. Мы его держим на конюшне. Я скажу людям, чтоб тебе не мешали. Ведьмак забирает уму. Пусть ему никто не мешает. Так точно. Спасибо. Прощай, баран. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом. Доброе else. Доброе juterto. Прощай, баран. Будешь смеяться. Ты чего здесь ищешь, приблуда? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потому что сердце у неё мягкое. Она всегда добрая была. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Да, боишься? Фильм не так. Йота, да не в жизнь. Ладно, господа, шевелитесь. Покажем этим тварям, кто тут хозяин. Понятно! Что это было? Возьми, бах. И откуда-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. От меня и защищать не придется. Тамара! Доченька! Вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом. Но я изменился. Ну, спроси, кого хочешь. Гераль, ну скажи ей. Я не буду вмешиваться в ваши дела. И правильно. Истинно говорю вам. Гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. А это мы кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит, ты с ними теперь? Может, еще велишь им собственного отца повесить? Или под пытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Людьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Нет. 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 Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад, грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама! Вот и ты! Свежий, как цветочек. Бей меня, вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. Сжалься. Сжалься. Я просила, молила. Мама, это я. Мама, ты узнаешь меня? Что с ней такое? Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда, я протру. Все начисто дотру. Мама! Что-то приближается. Готовьтесь. Что это было? Может, волки? Что-то не похоже на волков. Это верно. Приготовьтесь. Идут. Идут сюда. Сейчас. Прекрасно. 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 Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают